Всем привет! Я завел свой блог, кто не знает о том, как мы будем изначально делать автодом, но по итогу получился блог о том, как мы покупали дом по сельской ипотеке. И одно из моих видео наберло достаточно много просмотров по поводу сельской ипотеки, и я решил, что может быть это окажется кому-то полезным, мало ли кто-то не знает эту информацию. И сейчас есть ряд изменений, которые произошли с начала ноября, поэтому хотелось бы о них вам рассказать. В том числе мне об этих изменениях сообщал банк, сами мне звонили и предупреждали о том, что изменят свои условия, и будьте внимательны, постарайтесь это все дело оформить пораньше. Итак, что у нас по поводу изменений? Было очень много страхов о том, что правительство наше не будет поддерживать дальше эту программу. У меня в комментариях развернулись бурные дебаты по этому поводу. Люди были за, были против, говорили о том, что ничего не купить, ничего не сделать, но вот на фоне меня мой дом, который я купил. Соответственно, почему дебаты такие были? Потому что правительство у нас часто нестабильно, но правительство опять же идет курс на развитие села, потому что села очень большой отток, и там нет рабочих мест, и не к тому просто делать ту работу, которая должна выполняться. Например, пахать землю, сеять землю, выращивать картошку и собирать ее, тем не менее, чтобы не покупать ее за границей, это делается. Я не знаю поборников, ну, вернее, я не знаю, кто у нас там против нашего правительства или кто за, я стараюсь не придерживаться политики, и тем более они в своих видео. Здесь каждый принимает решение сам для себя, поддерживать наше правительство или нет, какие он там имеет программы, за и против. В общем, тем не менее, кто у нас за программа? Сельская ипотека была придумана для того, чтобы людей обратно вернуть в село, чтобы люди возвращались и не было только такого сильного мигрантов. Были также у нас различные дальневосточные программы, сейчас арктический гактар появляется у нас, будет арктический гактар для тех людей, которые проживают в территориях, приравненных к арктической зоне. Например, я сам из такой территории, но переехал в значительно южнее Самарскую область, потому что мне хочется тепла. По этой же самой причине люди оттуда и уезжают, и сейчас там собираются сделать подобную программу. Так вот, было все сделано для того, чтобы не было оттока, потому что у нас там, где нет людей, кто-то ее займет, эту территорию. Чтобы этого не происходило, в общем-то и сделали сельскую ипотеку. Итак, по поводу изменений. Самые условия, напомню, основные условия сельской ипотеки, это то, что должен быть гражданин Российской Федерации, требований к семейному положению наличия детей по этой программе нет, эта сельская ипотека была от 0,1 до 3%. Сумма кредита могла быть 3 или 5 миллионов, в зависимости от региона, в котором вы хотели получить эту самую сельскую ипотеку. Срок кредита должен был быть до 25 лет. Первоначальный износ минимум 10%. Теперь, что по поводу изменений. С 2021 года можно будет покупать квартиры в домах высотой не более 5 этажей, потому что очень много людей, например, в городе Санкт-Петербург, воспользовались данной программой и покупали дома в Ленобласти, до которых ходит метро. Но при этом это были многоэтажки по 25 этажей. И люди брали кредиты, почему бы нет, если можно взять такой минимальный процент. Ну, в общем, ухитрялись все лазейки минимальные. Правительство у нас, опять же, старается закрыть, чтобы программа была именно целенаправленная. По поводу лимита здесь ничего не изменилось. Лимит остался прежний для регионов. Только добавился Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь можно использовать материнский капитал. Раньше прямого запрета не было, но банки боялись, что им откажут субсидии, потому что банки же имеют тоже свой процент. Банки получали разницу, которую покрывало государство. Именно, в принципе, в этом и заключался их заработок. Очень важный момент. Об этом мне позвонил сам представитель из банка. Самого главного изменения. В новостях об этом пишут однобоко. Сотрудник банка мне сказал это по-другому совершенно. С 2021 года человек, который будет получать жилье, ему нужно будет обязательно иметь регистрацию по тому месту, где он хочет получить это жилье, то есть в сельской местности. Если он не будет иметь регистрации в сельской местности, то, соответственно, он не сможет получить эту программу. С 2021 года теперь по новостным источникам говорят о том, что нужно будет обязательно прописаться после получения сельской ипотеки там и в течение полугода сообщить об этом банку, там, где вы получили. То есть сначала вы получаете, а потом прописываетесь. Сотрудник же банка мне сказал, что сначала вы прописываетесь, а потом вы в том регионе можете получить сельскую ипотеку. Более точную информацию советую уточнить самостоятельно по поводу банка, потому что сотрудники часто бывают не совсем компетентные. Я уже получил на тот момент, поэтому мне это было не так критично. Одно важное изменение. Дом раньше нужно было строить на своем собственном участке, теперь можно дом строить на арендуемом участке. Ну и тем более есть программа, по которой можно получить дом в аренду на срок до 50 лет. Вернее, получить землю в аренду на срок до 50 лет. Потом ее выкупить в собственность, на сколько там процентов от кадровской строимости. Точную программу я не помню, но у нас есть такая выкуп земли с долгосрочной арендой. Кстати говоря, ко мне обращались представители, по-моему, насколько я помню, из канала РЕН-ТВ, они нашли мое видео на просторах интернета. Оно их привлекло только названием, но походу они до конца не посмотрели, и вторую часть видео тоже не посмотрели. Суть была предложения такая. Давайте мы приедем к вам рано утром. А у меня был, по-моему, рабочий день, они мне написали вечером, давайте мы рано утром приедем, нам нужно обязательно снять сюжет, то и все, как людей разводят по поводу сельской ипотеки. Никто никого не разводит, все реально получить. Просто у вас должен быть официальный белый заработок, достаточная сумма дохода. Вы должны собрать все документы. Да, это непросто, это может быть сложнее, чем... Обычную ипотеку получить, потому что чаще всего люди хотят получить... Покупают частные дома, ну, по крайней мере, те, кто у меня подписчики были, они хотели купить частный дом. Это бывает сложно сделать, купить частный дом, в котором все зафиксировано, все соответствует нормам. Может быть, в этом сложность была, но, по сути, получить все возможно, все реально. Главное просто приложить свои усилия и старания. Вот, в принципе, все изменения, которые произошли в ноябре, касательно сельской ипотеки, все остальное, я думаю, уже вы знаете, или, может быть, уже это знаете. Всем, кому показалось полезное видео, ставьте лайк, не полезным ставьте дизлайк. Всем пока!